Россия 14 августа 2018 года Мне сегодня Россия напоминает ту самую Россию перед революцией, от которой отворачивался весь мир. А вы думаете, почему нас не поддержало мировое сообщество? Конечно, это был мировой заговор, понятно, против России. На что он направлен, мы можем с вами порассуждать, и если вы будете действительно заинтересованы, мы можем развить эту тему, почему так происходит, что наши граждане России, которые жили в период революции, вдруг оказались в таких тяжелых условиях. И сегодня мы ведь оказываемся точно в таких же тяжелых условиях. Может быть, потому что Россию всегда использовали как полигон для экскрементов, хотелось сказать. Да, в принципе, это так. Эксперименты, экскременты звучат где-то примерно одинаково. Мне присылали заметку, которая называется «Международный Красный Крест приостановил сотрудничество с российским офисом». Варьё, жульё. И когда туда вбухиваются деньги, а ответа никакого нет, то это очень странное явление. Конечно, мы можем думать, что Красный Крест тоже варьё и жульё. Мы можем об этом думать и можем предполагать, можем рассуждать на эту тему. Однако же в воре наших воров вы в мире не встретите. Где-то всё-таки люди с оглядкой на своих соседей действуют. То есть, если даже и воруют. Однако же в России уже и соседи не помогают. Сегодня у нас просторы для воровства. Воруй, сколько унесёшь, сколько сможешь унести. Так сказал Ельцин когда-то. Берите демократии столько, сколько сможете её унести. В своих руках. Вот и пошёл народ воровать и выносить всё добро за границу. За границу кто сколько может. Но, естественно, а некоторые у нас, знаете, силачи какие. Огромные весовики, так скажем, тяжеловозы. Наши олигархи. Они, конечно, всё и вывезли у нас за границу. У нас Международный Красный Крест приостановил сотрудничество с Российским Офисом. Международный Красный Крест приостановил работу с Главным Офисом Российского Красного Креста. Но в нашем Российском Красном Кресте эту информацию не подтверждают. Но разве это возможно? Разве они могут это признать? Потому что получается, что они уже не Красный Крест. Красный Крест находится в Швейцарии. Здесь у него в Швейцарии есть основа. То есть тот самый Красный Крест. Я когда-то знала главу Красного Креста. Очень красивый, импозантный мужчина был. А потом я знала ещё, дружила с Таней Кудашевой, Бенуа. Это наша русскоговорящая соотечественница, которая родители, которые сбежали когда-то через Турцию, в Югославию. А там начались их мытарства, мытарства. И вот с Таней Кудашевой я дружила. Она возглавляла Европейский отдел Красного Креста в Женеве. Источник издания рассказал, что прекращение сотрудничества между главными офисами РКК и МКК, прямо как в революционное РКК, так вот всё у нас звучит, произошло после аудита. Теперь Международный Красный Крест будет взаимодействовать напрямую с региональными отделениями. А финансирование аппарата российского Красного Креста приостанавливает. И молодцы, и правильно сделали. Аппарат РКК не смог предоставить отчёт по движению средств на специальном банковском счёте, откуда поступали деньги от Международного комитета. Аудитор попросил выписку, на что по соглашению между МКК и РКК имел право. Но ему так и не предоставили. Председатель РКК Лаиса Лукутсова сообщила, что не располагает информации о приостановке сотрудничества и не может прокомментировать её. Это для того, чтобы региональные отделения не отвернулись от неё и чтобы не лишиться их перечислений оттуда, из региона. Поэтому она говорит, пока она ничего не знает, и у неё всё хорошо. То есть она продолжает быть представителем Красного Креста. Хотя по факту она уже не является представителем Красного Креста. А по факту Красный Крест Швейцарии, то есть Международный Красный Крест, взаимодействует с регионами в России напрямую. Последняя претензия к РКК касалась сбора средств для пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово в марте 2018 года. Российский Красный Крест стал главным агрегатором сбора пожертвований. Благотворительное сообщество раскритиковало сбор РКК как нецелевой. По мнению экспертов, собирать деньги без понимания, на что именно они будут потрачены, вредно. Ранее российские министерства начали прорабатывать законопроект о Российском Красном Кресте. То есть мы создаем свой Красный Крест и все. И все тут точка. Нам Международный Красный Крест не нужен. Он же отказывается. Он же требует аудита, которого ему дать не могут. Он же требует отчета о средствах, собранных с народа. А наш Красный Крест не может дать. Поэтому они теперь решили быть самостоятельными. Не сдавайте люди деньги в Красный Крест. Не несите им ничего. Знайте, что это мошенники российского разлива. Ранее российские министерства начали прорабатывать законопроект о Российском Красном Кресте. Сейчас РКК действует в рамках законодательства об общеизвестных объединениях. Правительство планирует ввести государственный контроль над организацией. А Россия является единственной страной, в которой нет закона об РКК. Поэтому по факту в правовом поле его не существует. То есть если там проворовались, спрашивать с вас никто не будет. А если бы вы видели, где они еще находятся, у них прекрасный особняк в старой Москве. Законопроект предусматривает преобразовывать РКК из общественной организации в подконтрольную государству. Планируется, что курировать деятельность будет Минздрав. Президент получит право назначать попечительский совет РКК. А члены совета смогут выбирать президента организации. Ну что здесь можно вам сказать? А что бы вы хотели рассказать и высказать вот в этой ситуации, скажите, друзья, когда идет сбор средств на пожары, на пострадавших, а руководитель кладет деньги себе в карман. Но вы это уже переживаете с пенсиями. Ведь точно так же пенсионный фонд вывели за границу. А теперь говорят уже и пенсионных книжек нет, и вообще пенсию прекращают выплачивать. Это скоро будет. Совсем недолго еще люди будут получать пенсию, а больше не будут. Потому что вообще пенсионные фонды исчезнут у нас в стране. У нас не будет больше пенсии. Ну а пенсии-то не будет почему, как вы думаете? Ну, наверное, потому что готовят нам какую-то заварушку. Наши с вами правители готовят нам заварушку. Поэтому и отчитываться. Но кто же будет? Какой же Красный Крест? Когда деньги, такие красивые деньги, остались у них в карманах. И будут еще они отчитываться перед каким-то международным Красным Крестом. Вообще, как правило, знаете, этот Красный Крест всегда контролировался, естественно, нашим разведуправлением. Но это естественно, да? Как бы нам это кажется. На самом деле это может быть и не естественно. Но военные, они во всех международных организациях, это их сфера влияния и руководства. Поэтому, если сегодня Министерство обороны проворовалось, если сегодня на высоких постах продают наших солдат в Израиле, за границу, в Сирию и теперь уже и в Африку, то что вы хотите? Конечно же, Красный Крест. Это та же самая разменная монета для продажи. Не сдавайте свои деньги, не несите им в клювиках, не жалейте тех людей, о которых они вам говорят. Потому что деньги ваши не дойдут ни погибшим в Зимней Вишне, ни жителям Спитака, как это было. Они никуда не дойдут, они осядут в карманах чиновников. Это называется мошенники, наперсточники в нашей с вами жизни. Жизнь, о которой вытирает правительство ноги, а нашу с вами жизнь. Не смешно, но плакать тоже не хочу. Я вам хочу сказать, не хочу я плакать. Я просто вам рассказываю, чтобы вы были тоже в курсе дела. Потому что идет сплошной грабеж населения. И международные организации отворачиваются от российских. Потому что в российских организациях идет сплошное коррумпированное волье там сидит. Я Таня Карацова, Сеидбургхан. Пишите. Ютуб скручивает мне просмотры. Но так получается. Только русскоговорящий оператор скручивает просмотры на других языках. Этого не существует. Там нельзя воровать. А у нас можно с рекламы своровать эти самые копейки. Просмотры своровать. Куда бы ни обращался, все равно бесполезно. Все равно все письма рассматриваются только русскоговорящим оператором. Хоть вы обращаетесь в американский офис, хоть в российский, бесполезно. Это точно так же, как с международным красным крестом. Который просто взял и закрыл свой офис в России. Центральный офис в России. Ну а с Ютубом пока вот так. Так что ставьте лайки и присылайте мне свою помощь. Я журналист. Я работаю для вас. Каждый, если пришлет совершенно небольшую сумму, вы представляете, это будет, конечно, более-менее значимая сумма. Даже каждые 100 рублей это значимая сумма. Присылайте, не стесняйтесь. Я же работаю для вас. И вы помогите мне. Я Таня Карацуба. Сиитбурхан.